Многие тюменцы в эти теплые дни заметили активность летающих насекомых, причем не только за городом. Действительно, конец августа и сентябрь пора, когда осы и пчелы особенно активны. Специалисты говорят, их манит сладкое мед, мороженое, дыни, арбузы, фрукты и ягоды. Причем насекомое может подлететь к человеку даже на детской площадке. Чтобы они не начали жалить, стараемся сохранять спокойствие. Кусать могут быть по разным причинам. Но, скорее всего, первая причина – это когда человек психует. Если увидев тасу, начинает бояться, махать руками, вот она на это может бурно отреагировать, как угроза, и тогда может укусить. Если реагировать спокойно, то никаких укусов от ос, по крайней мере, не бывает, потому что они тянутся не к человеку, конечно, к сладостям. У пчел, успокаивает нас биолог, вообще нет цели нас укусить. В этом случае насекомое оставляет жало в теле жертвы и погибает. Есть, правда, исключение. Если пчела запуталась в волосах, тогда она начинает нервничать и жалить. Большую опасность, конечно, шерш не представляет. Это веспа крабра такой, самая крупная наша оса, потому что у нее очень болезненный укус, боль невыносимая в течение многих минут. Но они в городе редкость. Редкость, и они тоже человеку воспринимают, но в лучшем случае, как дерево, как место для посадки, но никак не жертва, это уж точно. Меня кусала и шершень кусала, но это редчайшее исключение. Я сам взял ее пальцами. Этого делать ни в коем случае нельзя ни с пчелами, ни с осами, ни уж тем более с шершнями. Активность ос и пчел будет продолжаться, пока стоят теплые дни. А как только начнутся первые заморские, мы этих насекомых не увидим до весны.